МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более двух десятков лирических и сатирических стихотворений. Праздник на самом деле проходит не первый год, в 16-й раз. Он проходил в разных местах Радищевского района. Но, наверное, правильно этот праздник отмечать именно здесь, в селе, где, как уже было сказано, и все присутствующие знают, Денис Давыдов прожил последние 10 лет. 16-й фестиваль начался с церемонии возложения цветов к памятнику Дениса Васильевича Давыдова. Бюст героя и поэта 60 лет назад был выполнен по проекту известного ульяновского скульптора Рафика Айропетяна и атлит на заводе имени Володарского. Праздник продолжился конно-пешим шествием всех участников фестиваля к месту первоначального упокоения Давыдова. Земной путь прославленного поэта и писателя Пушкинской плеяды закончился весной 1839 года в Верхнемазинском имении. Денис Васильевич скоропостижно скончался на 54-м году жизни. Шесть недель покоилось тело Давыдова в склепе церкви. Но Софье Николаевне, жене Давыдова, удалось добиться разрешения императора на перезахоронение останков мужа на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве. В этом году почетным гостем фестиваля стал потомок Дениса Давыдова, тоже Денис Давыдов-Громадин, который проживает в Москве. Он поблагодарил организаторов и сельчан за то, что помнят его знаменитого предка и организуют такие фестивали. Впервые в фестивале принял участие Московский театр исторической реконструкции, который представил для зрителей музыкально-драматический спектакль по мотивам пьесы Владимира Соловьева «Денис Давыдов». Не надо слон на поле брани, лишь соблёт странный одолерный конь, и лишь бы пушки крокотали, и командир насвёл кровавый бой. Поднимем же, друзья, вокалы за успех, и выпьем за удачу. Удача любит тех, кто нанесёт врагу стремительный удар, и кто зовётся горным именем гусар. Военно-исторические клубы Самары и Нижнего Новгорода провели живые уроки истории на бивуках русской и французской армии 1812 года. Все желающие смогли ознакомиться с элементами обмундирования различных видов войск, личным вооружением и бытом армии эпохи войны 1812 года. Ирина Антонова, Новости Оллправда ТВ.